Дарья Пантелеева Модель и певица Сыроед Очень красивая девушка Дарья согласилась ответить на вопросы Почему она выбирает сыроедение А также согласилась поделиться секретами своей красоты Дарья, привет! Меня зовут Кира Очень приятно с тобой познакомиться Хочу сказать, что выглядишь ты просто с ног ошибательно Я надеюсь, что в данном интервью будут раскрыты все секреты твоей красоты Дарья, расскажи, пожалуйста, как и когда ты перешла на сыроедение И что повлияло на твой выбор На сыроедение я перешла не так давно, около года назад И, естественно, я переходила постепенно Так как я считаю, переходить резко Во-первых, это тяжело Во-вторых, это стрессово для организма Поэтому где-то 4 года назад я отказалась от мяса Позже начала чувствовать себя лучше У меня нормализовался вес Я стала меньше спать Я стала более бодрая Я перестала болеть практически Ну, естественно, решила продолжать дальше двигаться И постепенно убирала в свой рацион рыбу, морепродукты, молочную пищу И далее термически обработанную пищу Я считаю, что очень важно, чтобы переход был осознанным То есть вы должны понимать взаимосвязь между вашим питанием И вашим физическим состоянием, эмоциональным и духовным состоянием Это очень важно Дарья, а помнишь ли ты свой переходный период? С какими сложностями ты столкнулась? Переходный период у меня закончился не так давно Помню, я очень часто срывалась на такие продукты, как шоколад, хлеб И даже иногда чипсы, что самое ужасное И я ела эти продукты просто в огромных количествах Я не могла остановиться Если я начинаю, то все Я это ем, 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 пока не закончится Позже я поняла, что организм просто привык к этим ядам И как бы по инерции их требовал еще Даже после перехода на правильное питание Поэтому всем я очень советую, чтобы такого избежать Перед переходом и во времени его, естественно Очищать свой организм Голодать, это тоже очень помогает И проводить другие чистки Их большое количество, но все они очень, конечно, помогают Помогают отбежать таких срывов Переедания и так далее Дарья, расскажи, пожалуйста, какие были отношения с окружающими людьми, с родственниками? Как они относились к твоему новому питанию? Родственники не поддерживали меня в моем решении абсолютно Так как все мое ближайшее окружение Вело стандартный здоровый, естественно, образ жизни Ела мясо Всякие термически обработанные продукты Я считала это нормальным Никто из них не был знаком с сыроедением И поэтому мне постоянно пытались доказать Что без мяса, без курицы, без рыбы, без молочной пищи Я не смогу нормально функционировать И это приведет к различным патологиям в моем организме Поэтому без поддержки, конечно, мне было очень тяжело переходить И процесс этого перехода был затянутым Но все же я старалась слушать только себя Слушать свой организм И процесс просто уже был запущен Я уже почувствовала положительный эффект И не могла остановиться И поэтому слушала только себя И делала то, что я считаю нужным Здорово, что ты об этом рассказала Скажи, пожалуйста, вот Дарья до сыроедения И Дарья после сыроедения Это два разных человека Я знаю, что ты стала моделью А также сейчас поешь Да, я очень изменилась за последние несколько лет Но я считаю, что сыроедение здесь скорее не причина А следствие более глубокого внутреннего изменения Но раз речь идет о сыроедении То могу сказать, что такое питание Помогло мне воспитать в себе силу воли Помогло мне изменить свою внешность в лучшую сторону Благодаря чему я стала более уверенной в себе И мне стало гораздо легче добиваться всего того, что я хочу Дарья, расскажи, пожалуйста, о своем дне Как он проходит и что ты кушаешь в течение дня? Не могу сказать, что я придерживаюсь какого-то определенного рациона Так как, допустим, загруженные дни Я ем все, что потется по другу Например, фрукты, орехи Ну и что-нибудь еще такое в первозданном виде В дни, когда у меня проходят тренировки Я стараюсь есть больше белковой пищи Ну тоже, естественно, орехи И проращиваю бобовые Это пророщенный нут, пророщенный маш Ну и так далее Ну и, естественно, когда у меня есть свободное время Я очень люблю готовить, придумывать разные рецепты Что-то смешивать И готовить разные интересные блюда Это отличная информация Дарья, поделись, пожалуйста, твоим любимым рецептом Я не могу сказать, что у меня есть какое-то одно определенное любимое блюдо Так как я не готовлю никогда по каким-то конкретным рецептам Я люблю смешивать сама Постоянно что-то менять, добавлять разные специи Наверное, многие думают, что сырых продуктов очень мало И есть на сырых день абсолютно нечем Ваше питание будет там скучным и однообразным Но это на самом деле абсолютно не так Существует просто огромное количество разных трав, специй, овощей, сукафруктов, фруктов И самое главное, что в общем-то они все хорошо сочетаются друг с другом Так что главное дать волю своему воображению Все смешивать, взбивать друг с другом Компоновать И на самом деле получаются вкусы абсолютно все разные Можно сделать там вкус какой-нибудь рыбы Ну такой немного рыбный вкус Какой-нибудь вкус шоколадный Поэтому только давайте волю своему воображению и творите Дарья, спасибо большое за ответ Я прошу тебя дать практические советы людям Которые только собираются перейти на сыроедение Что можно сделать уже завтра для того, чтобы приблизиться на шаг к новому питанию Как я уже говорила, переходим в сыроедение лучше постепенно, чтобы не навредить своему организму И естественно совместно с этим делать различные очистительные процедуры Такие как например голодание или разгрузочные дни на клетчатке В целом же я считаю, что растительная сырая пища это норма для человека Остальная же пища это отклонение от нормы Поэтому в сыроедении нет ничего абсолютно удивительного Как многие люди считают И в общем хочу вам сказать, что не слушайте никого Слушайте только себя, свое тело и уверените к своей цели Дарья, спасибо тебе огромное за интервью Я тебе желаю двигаться к своим целям в том же духе Успехов, счастья и благополучия Друзья, чтобы оставаться в форме Подписывайтесь на мой канал вот здесь Я всегда рада вашим комментариям Оставляйте ваши комментарии вот здесь До новых встреч! До новых встреч!